В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В совхозе имени Ленина обсудили благоустройство территории. Жители попросили поставить лавочки, потому что пожилые люди. Мы привыкли всегда, что у нас всю жизнь здесь в совхозе мы жили все вместе. Готов проект реконструкции одного из дворов по улице Советской, где отсутствует тротуар и слишком узкая проезжая часть. На сегодняшний момент уже готова смета. Смета по расширению, по строительству тротуара и освещению данной территории. В РКБ спасает жизни. Медикам удалось сделать практически невозможное. Я говорю, Мария Евгеньевна, помогайте, выручайте, жить хочу. Шесть с половиной часов длилась операция. В поселке совхоза имени Ленина состоялась встреча председателя Совета директоров группы компании Рота Агра и представителей общественного движения за совхоз, за людей, за достойное будущее с местными жителями. В ходе собрания были рассмотрены вопросы, связанные с благоустройством территории. Подробности в нашем следующем сюжете. На встрече с жителями поселка совхоза имени Ленина присутствовали представители общественного движения за совхоз, за людей, за достойное будущее Артем Грудинин, Мария Гаевская и Александр Баюклин, а также председатель Совета директоров группы компании Рота Агра Павел Бурлаков. Собрания и обход проблемных участков на территории поселка состоялись благодаря сотрудничеству агрохолдинга с общественниками. Встреча началась у дома номер 16, где жители поселка просили оборудовать лежачий полицейский. Со стороны подъезда в постоянный поток машин, выезжающих на МКАД. Как вы видите, постоянно идет трафик машин, дети выбегают, есть большие проблемы. Давайте мы еще раз сделаем совместное письмо от движения ЗАЗАЗа и от Рота Агра прямо на одном бланке. Мы подпишемся как главные акционеры, мы как движение жителей. И еще раз обратимся и посмотрим, если Павел Николаевич и публично, в том числе публикуем в листке, в газете. Публичное прямо обращение и попросим Павла Николаевича, пусть он и подождем. Если откажется, тогда дальше будем думать, что с этим делать. В идеале поток нужно перенаправить на объездную дорогу, которая существует, но которой не пользуется. Она вот здесь вот идет, вокруг этих домов. А чтобы перенаправить, что-то надо сделать для этого? Нужны, можно быть, знаки, да, правильные как бы знаки, как такие продуманные. Я думаю, одно другому не мешает по-любому, да? То есть пока там, допустим, решать с перенаправлением движения общественного, то есть положить можно все равно лежачий полицейский. Следующим пунктом стал дом номер 15, где необходимо строительство пандуса. В соседнем доме номер 15-1 он уже сделан. Еще один вопрос, который волнует местных жителей старой части поселка – шумные компании, распивающие спиртные напитки в неположенных местах. Жители попросили, значит, поставить лавочки, потому что пожилые люди, мы привыкли всегда, что у нас всю жизнь здесь в Сахозе мы жили все вместе. Мы выходили, садились на эти лавочки, общались спокойно, да. В итоге, вот где глобус, да? В итоге, что мы имеем в виду? У нас рядом кафе, там эти, как его, ресторан, бургер кинг, все идут на эти лавочки, бутылки, пиво, не пойми что. И день и ночь вот это вот ор стоит. Многое уже, в том числе, начинает сдвигаться с мертвой точки. Те проблемы, которые не решались годами, сегодня потихоньку начинают решаться. Мы получили обещание, что в нашем поселке все будет становиться только лучше и никакие ухудшения жителей поселка не затронут. Мы очень надеемся на конструктивный диалог и дальнейшее сотрудничество. Надеюсь, что будут рождаться новые документы. Мы договорились о том, что мы совместно, наша организация «Совхоз за людей, за достойное будущее» будут обращаться в завод «Совхоз имени Ленина» и компания «Ротагра» нас при этом будет поддерживать. В ходе встречи также обсуждались вопросы улучшения экологии, доступной среды, работы местной амбулатории и многие другие. Руководство агрохолдинга и представители общественного движения заверили, что подобные встречи будут проходить регулярно. Наталья Вуслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. На днях в эфире телеканала «Видное ТВ» вы могли видеть сюжет о проблеме отсутствия тротуара и узкой проезжей части в одном из дворов улицы Советской. Как оказалось, в администрации Ленинского городского округа о ситуации знают. Более того, силами депутатского корпуса она находится на стадии решения. С проектом реконструкции нас познакомил народный избранник Владислав Рымша. Подробные в репортаже Юлий Погасьян. Участок дороги улицы Советская. От остановки магазина «Три богатыря» до школы номер 5. Многолетняя проблема для тех, кто хотя бы раз здесь проезжал на автомобиле или шел пешком. Дорога очень узкая. Встречному транспорту приходится пропускать друг друга. И отсутствует тротуар. Пешеходы идут по проезжей части. Ладно, вот мы так сторонкой идем по краешку. И то опасаемся. Я вот слышу плохо, не слышу, что машина сзади едет. А вот вижу с колясками идут люди в поликлинику, молодые женщины. Это очень опасно. Потому что вот на этом особенно углу столько было аварий. И сбивали пешеходов. Вот соседку из нашего подъезда сбила два года назад. Она вот два года уже лежит. Мы освещали эту проблему в одном из сюжетов. По следам репортажа выяснилось, что решением данного вопроса занимается депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Владислав Рымша. При поддержке главы муниципалитета удалось запланировать реконструкцию на следующий год. На сегодняшний момент уже готова смета. Смета по расширению, по строительству тротуара и освещению данной территории. Я надеюсь, что в следующем году, с учетом того, что у нас бюджет будет уже консолидированный городского округа, соответственно, мы сможем реализовать этот проект. Во всяком случае, в этом направлении я буду очень серьезно работать. Проект реконструкции технически сложный и затратный. Смета составила более 7 миллионов рублей. Придется переносить столбы освещения, и это не единственная преграда на пути к благоустройству. Но в администрации муниципалитета уверены – все решаемо. Главное – выделить бюджет. Сначала делается проект. Проект должен делаться и соответствует всем нормам. Нельзя просто тротуар сделать, нельзя просто освещение. Это все нормы должны быть. Под нами идут коммуникации. Какие коммуникации, как к ним относиться, не придется ли их перекапывать. Тут очень большая работа. Я надеюсь, мы с этим справимся. Проект очень нужный. Востребованность есть. Востребованность более чем высокая. Местные жители никогда не теряли надежду, что этот вопрос разрешится. И сегодня они видят реальную возможность реконструировать участок. У нас есть помощники. Администрация идет на сближение по этому вопросу. Проектирование обещают. Дорсервисом мы общались. Также они продумывают этот вопрос и так далее. Потому что эта многолетняя проблема стала насущной. Если все пойдет как задумано, депутаты выделят денежные средства, а эпидемиологическая ситуация не испортит планов, то к осени будущего года здесь, наконец, произойдет долгожданная реконструкция дороги. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Советская улица. Регулируемый пешеходный переход возле остановки АТС. Удивительно, но многие предпочитают им не пользоваться, перебегая проезжую часть всего в нескольких метрах отсюда. Именно в этом проблемном месте сотрудники ГИБДД провели рейд безопасности пешехода. Вот пешеход у нас переходит проезжую часть дороги вне зоны действия пешеходного перехода. К сожалению, наступают очень печальные последствия. Вот сейчас мы с Дорсервисом проводим акцию, которая направлена, опять же, на безопасность пешеходов. Вот указываем конкретно надписью, стрелочкой, что пешеходный переход находится буквально в четырех метрах. Нарушают буквально все – молодежь, пенсионеры, даже мамы с детьми. А ведь последние и должны подавать пример подрастающему поколению, как именно следует переходить проезжую часть. Бывают ситуации, к сожалению, когда мамочка заигралась в телефоне, в мобильном заговорилась. Вывозят коляску на проезжую часть дороги, и тут неожиданно может выехать машина. И, к сожалению, опять печальные последствия могут быть. Народная тропа уже настолько хорошо протоптана, что люди не обращают внимания даже на присутствие сотрудников полиции. А основное требование к пешеходам – где переходят проезжую часть? Пешеходный переход. А вы где переходили? А вы все постановили? Да, все. Сегодня все. Сегодня у нас рейд проводится, безопасность пешехода. Мало того, что вы идете в неположном месте, плюс у вас еще наушники одеты. Мы несколько раз повторяли и говорили, что безопасность пешехода в первую очередь зависит от самого пешехода. А вы своей жизнью рискуете. На асфальт сотрудники дорсервиса нанесли дорожные знаки напоминания с указанием, где следует переходить проезжую часть. Сверху посыпали специальным светоотражающим порошком, чтобы знак был хорошо виден и в темное время суток. Сотрудники ГИБДД напоминают, переходить автодорогу следует только по пешеходному переходу. Ведь сэкономленная пара-тройка минут в пути не стоит жизни. Они из разных городов не только Подмосковья. Есть даже те, кто приехал из других регионов в надежде на спасение. В своих больницах им были вынесены неутешительные приговоры. Кому-то пророчили остаться без ноги или руки, другим и вовсе говорили, жить остается недолго. Здесь, в первом хирургическом отделении ВРКБ, врачи сделали, казалось бы, невозможное. Помогли пациентам вернуться к полноценной жизни. Особую благодарность люди выражают заведующему отделением Марии Елисеевой. Зоя Михайловна уже завтра выписывается домой. Последние месяцы своей жизни она не может вспоминать без слез. Здесь, в отделении первой хирургии, ей вернули возможность полноценно жить. Вам сразу две операции сделали, да? Да. По удалению влаза и пяточной кости. Спасибо большое Марии Евгеньевне. Очень хорошая больница, где меня спасли. Там лечили, лечили в ЦРБ, в Балаш. Хотели ампутировать. Ну, дочь у меня собрала и привезла сюда. Сегодня она ходит самостоятельно и ждет, не дождется, когда вернется к домашним хлопотам. У меня внучка, вот я и увлекаюсь своей внучкой. Понятно, забот много. В выписке готовится и еще один пациент отделения Анатолий. Еще недавно он был на волосок от смерти. В одной из подмосковных больниц меня чуть не угробили. Довели до того состояния, что у меня уже началось общее заражение крови. Вечером положили в больницу. Врач пришел и говорит, а, говорит, утром ампутирую много, а там выживет, не выживет. То есть с чем могло закончиться? Смертью. Через людей услышал о том, что есть тут такой врач Мария Евгеньевна. Я говорю, Мария Евгеньевна, помогайте, выручайте, жить хочу. Шесть с половиной часов длилась операция. Она мне спасла не только жизнь, но и ногу. У каждого из 50 пациентов, находящихся сейчас на лечении в первом хирургическом отделении Видновской районной клинической больницы, своя грустная история со счастливым концом. Им повезло. Они попали в руки настоящих профессионалов. Серпуховчанину Игорю Сергеевичу здесь спасли ногу. А Андрея Владимировича Жзуковского ждет операции, которая была отложена в связи с пандемией. Житель Фрязина Виктор Андреевич – диабетик со стажем. Одно из осложнений заболевания – диабетическая стопа. Говорит, не заметил ранку, пошло заражение. За это лето предлагали ногу отнять выше колена. Три раза. Тем не менее, вот уже, конечно, начало октября я еще с ногой, надеюсь, что в следующей весне я буду ходить спокойно. Я не знаю, какие слова туда брать. У меня он тоже, извините. Мужчины не в силах сдержать эмоции. И пусть слова благодарности несколько скомканы, эти слезы и есть благодарность за спасение, за возможность полноценно жить. Вот у меня есть такое желание, и я постараюсь его добиться, обратиться к президенту нашему, Владимиру Владимировичу, чтобы Мария Евгеньевна включили на номинацию «Лучший врач года». Поощряет же людей, которые много делают для Родины. Она профессионал высочайшей пробы. Сама Мария Елисеева от интервью отказалась. Некогда говорит, к пациентам спешу. Вот такие они, истинные герои. Татьяна Брылова, Ольга Садовская, Видное ТВ. Одним из лауреатов премии Ленинского городского округа в нынешнем году стал Петр Бокшинский, заведующий офтальмологическим отделением Видновской районной клинической больницы, где он работает более 30 лет. О жизни и профессии с ним поговорил наш корреспондент Максим Козлов. Уже на подходе к корпусу, в котором располагается офтальмологическое отделение ВРКБ, виден результат недавней реконструкции. Вот так весьма непрезентабельно здание выглядело всего год назад. Теперь у него современный внешний вид. Изменилось оно изнутри. Заведующий офтальмологическим отделением Петр Бокшинский с удовольствием демонстрирует обновленные помещения и делится планами на будущее. Вы сами видите, все отремонтировано. Стены, потолок, пол. Что касается аппаратуры, аппаратура та, которая была у нас и раньше. Мы просто с ней уезжали и вернулись. А вот что касается новой аппаратуры, будут закупки сделаны обязательно. Мы их получим или в конце этого года, или в начале будущего года. Это будут хорошие аппаратуры, в том числе аппаратуры диагностические, аппаратуры операционные, о которых мы мечтали и думали уже много лет. В день города доктору медицинских наук Петру Петровичу Бокшинскому вручили премию Ленинского городского округа. Как он признался в нашей беседе, когда позвонили по поводу награждения из администрации муниципалитета, он был очень удивлен. Я не ожидал. Я не думал, что именно премия мне присуждается. Как потом выяснилось, у меня одна пациентка сказала, что это они были инициаторами в движении. Я был приятно удивлен. Более 30 лет Петр Бокшинский работает в Видновской районной клинической больнице. Но знает его видновчане не только как талантливого врача. Многие ценят его человеческие качества – доброту, открытость, умение сопереживать. В 2009 году он даже был избран в Совет депутатов Видного, а телеканал «Видное ТВ» впервые рассказал о нем в 1999 году. Сегодня мы познакомим вас, уважаемые телезрители, с врачом-офтальмологом Бокшинским Петром Петровичем. В канун его 36-летия наша съемочная группа посетила медицинский центр при ферме «Тамара» и компания, где этот молодой и талантливый медик ведет прием пациентов. Петр Петрович, расскажите, пожалуйста, с чего и как началась ваша карьера офтальмолога? Работа врача от «Окулиста» началась учеба в нашем институте областном. Я закончил курсы специализации, потом пришла работу в нашей медицинской больнице. А наша экскурсия по обновленному отделению продолжается. Теперь здесь красивые и просторные палаты. В некоторых из них есть даже душевые кабины. И этот комфорт для пациентов очень важен, ведь в год здесь проводится около 600 различных операций. После ремонта отделению отошли дополнительные помещения на первом этаже, что помогло в период пандемии. Отделение рассчитано на 25 пациентов, но учитывая современные события по коронавирусу, нам дали больше коек. На первом этаже находятся две палаты для обсервации пациентов, которые поступают по срочным показаниям и которые не имеют данных на момент поступления по коронавирусу. Мы их обследуем, смотрим. Если получаем отрицательные результаты, мы переводим их на второй этаж. Отделение офтальмологии ВРКБ – небольшая, но дружная команда. Под началом Петра Бокшинского трудится 13 сотрудников. В разговоре о начальнике употребляются исключительно термины из области магии и волшебства. Сказочный человек, сказочный, заведующий вообще волшебный, даже не сказочный. Больные у нас просто сказочные, вот на самом деле. Они волшебные. Того, что иначе, чем волшебством и не назовешь, в работе сотрудников офтальмологического отделения хватает. Скоро придут новые приборы, которые значительно расширят возможности врачей. Но и то, что они делают сейчас – настоящее чудо. А вот этот прибор позволяет оперировать вторичный плющный катаракт, то есть то заболевание, которое возникает уже после удаления хрусталика. Пациент прозревает буквально на глазах, вот стал он уже зрячий. Сама процедура занимает буквально 30-60 секунд. По разным данным, от 60 до 70 процентов информации человек получает с помощью зрения. По сути, здесь людям заново открывают окружающий мир. И пациенты ценят этот труд. Не пошла даже в платную медицину, хотя у нас принято считать, что у нас бесплатно и так себе. По той причине, что я очень наслышанна была о Петре Петровиче Бакшинском, о его большом стаже. И когда я пришла к ним на прием и увидела, как замечательно здесь все сделали, теперь я очень довольна стала. Буду всем рекомендовать этих докторов и эту клинику. Именно такие отзывы для любого врача – главная награда. И именно ради них каждый день делает свое дело лауреат премии Ленинского городского округа, доктор медицинских наук Петр Бакшинский. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»